Томат «Оранжевый слон». Агроферма «Гавриш» решила пойти на оригинальный ход и разработала серию семян под названием «Русский богатырь». В нее вошли семена разнообразных овощей, ягод, морковь, томат, перец, редис, лук, клубника, арбуз и другие. Первая партия семян успешно разрослась и принесла богатый урожай. Все плоды отличались большим размером и насыщенным вкусом. После чего компания приняла решение продолжить производство «Богатырских семян». Томаты серии «Русский богатырь» назвали «Слон». Слоны отличались своими большими размерами и неприхотливостью в уходе. Сорт томата «Слон» стал очень популярным, что подтолкнуло селекционеров к разработке целой серии гибридов. Селекционеры стали комбинировать свойства различных томатов со слоном и получать томаты разнообразных цветов, вкусов и размеров. Сорта томатов «Слон» – розовый слон, малиновый слон, черный слон, сахарный слон, оранжевый слон. Томат «Оранжевый слон» – характеристика и описание сорта «Томат оранжевый слон». Сорт томатов «Оранжевый слон» является одной из разновидностей сорта «Слон». Он был выведен селекционерами из фирмы «Гавриш» в Москве в 2011 году. Сорт довольно молодой, но очень популярный, благодаря своим предшественникам. Обратите внимание, сорт специально выведен для выращивания в тепличных условиях. Опытные селекционеры могут предпринять попытку выращивания томата в открытом грунте в южных областях страны. Сорт томата «Оранжевый слон» – среднеспелый. Описание на упаковке говорит, что срок созревания составляет от 100 до 120 дней. Растение детерминантно имеет ограниченный рост. По описанию на упаковке стебель высоту достигает около 70 сантиметров. Начинает готовить рассаду в конце марта, пикирует в то время, когда растение начинает формировать первые настоящие листы. Окончательную посадку в грунт производят в конце мая. Кусты сильно облиственные, при посадке между кустами соблюдают достаточно большое расстояние. Свободное пространство между кустами должно быть 40-60 сантиметров. Подвязка обязательно, чтобы куст не ломался под грузом тяжелых спелых плодов. Для обогащения витаминами лучшего роста необходимо производить подкормку и удобрение. Крупноплодное растение. Плоды плоскокруглой, неровной формы, упанжевого цвета. Помидоры плотные и крепкие, с гладкой и тонкой кожицей. На заметку упанжевый оттенок достигается за счет высокого содержания каротина, которым богат этот сорт. Каротин укрепляет иммунитет, улучшает зрение кожи и кости. Вес одного плода в среднем составляет 250-300 грамм. Некоторые помидоры могут достигать веса до полкилограмма. Мякоть плотная, но нежная, мясистая, со сладковатым томатным привкусом. Сортовым отличием является продолжительное плодоношение. Если вовремя снимать плоды, то можно увеличить сбор урожая и продлить его на достаточно долгое время. За один раз на кусте может вырасти от 5 до 7 крупных помидоров. Урожайность одного куста за сезон от 4 до 5 килограмм. Плоды идут в салаты. Лучше всего томаты сорта «Оранжевый слон» подходят для приготовления томатного сока, соусов, кетчупов, паст. «Оранжевый слон» на блюде «Агротехника». Семена на рассаду начинают готовить к посадке за 2-3 месяца до планируемой высадки в грунт. Высадку в грунт, как правило, производят в июне, а значит, сеют семена весной, в марте. Более ранний посев не приведет к положительному результату. Но все зависит от климата каждого определенного региона в отдельности. Необходимо, чтобы на улице установилась регулярная температура около 20 градусов днем. Отличные тары для посева будут глубокие емкости с дренажными отверстиями, крышкой и поддоном. Важно! Землю, в которую производят посев, тщательно подготавливают. Добавляя перегной, древесную залу, речной песок и тщательно перемешивая до получения однородной массы. Готовые земляные смеси можно приобрести в специализированных магазинах. Лучшую всхожесть дают семена, собранные 2 года назад. Перед погружением семян в землю необходимо на 30 минут поставить в раствор марганцовки. Таким способом семена продезинфицируются, а слабые семена погрузятся на дно. Такие семена не дадут всходов, они непригодны для посева. Обработанные семена погружают почву на глубину 1-2 см. Необходимо выдерживать расстояние между семенами в 2-3 см, для лучшей всхожести. Сверху семена присыпаются землей и поливаются теплой водой. Тару необходимо держать закрытой для поддержания влаги. Обратите внимание, хранить рассаду требуется в теплом месте. Оптимальная температура для семян томатов 18-20 градусов. Не рекомендуется открывать тару исключительно для полива почвы. Небольшие всходы появляются через 7-10 дней. В это время можно провести закалку, переместить рассаду в рохладное помещение с температурой 15-17 градусов на 5-6 суток. Посевы нуждаются в обильном поливе теплой водой и интенсивном свете. Грунту нежелательно переувлажняться, но и засыхать, образовывая корку он не должен. Воду распыляют пульверизатором, а не льют струей, нарушая земляную смесь. Пикирование производят после появления двух настоящих листьев. Сеянцы аккуратно выкапывают, чтобы не повредить стебель. Центральный корень укорачивают больше, чем наполовину. Растения пересаживают в более глубокую емкость на глубину 4-5 сантиметров. Присыпают землей, производят полив и оставляют в затененном месте на 2-3 дня. Зрелые плоды томата оранжевый слон. Томат оранжевый слон теплолюбивый сорт, поэтому перед высадкой в грунт необходимо убедиться в температуре почвы, установившейся на уровне 18 градусов. Начало июня – самый подходящий период для посадки. Важно! Для посадки в грунте выкапывают лунки кубом со сторонами 20 сантиметров. Для лучшего роста на дно лунки кладут толченую скорлупу, которая будет питать корни кальцием. Сажать кусты необходимо с интервалом в 40-50 сантиметров. На один квартал им будет примерно приходиться по 2-3 саженца. Растущие корни требуют обильного полива. Используют при поливе только теплую воду. После каждого полива необходимо проводить рахление почвы и уборку сорняков. Растения необходимо подкармливать с регулярностью 1 раз в 2-3 недели. Если кусты сильно растут ввысь, нижние боковые стебли обязательно посынкуют. Наиболее богатый урожай принесет куст с одним стеблем. По мере развития плода кусты необходимо подвязывать к опорам, чтобы увесистые томаты не сломали стебель. Достоинства и недостатки У всех сортов растений встречаются свои плюсы и минусы. Достоинства томат оранжевый слон, крупный тяжелый плод, длительное плодоношение, устойчивость к перепаду температуры и адаптация. К любому климату иммунитет к болезням, высокое содержание целого комплекса витаминов. Для кого-то те или иные характеристики могут показаться неположительными, а отрицательными качествами, например крупный размер плода. Некоторые огородники считают недостатком. Если выращивать все виды томатов словно участки, получаются не только декоративные красивые грядки, но и урожай невероятно полезный. Для здоровья и богатые на все витамины.